Здравствуйте дорогие друзья! И сегодня я хочу поделиться с вами очень вкусным рецептом торта цифра. В нем будет один крем, который можно сделать в двух исполнениях. Ну что ж, не буду вас томить, давайте будем начинать. Для теста нам понадобится одно яйцо, 60 грамм сахара, 60 грамм меда, щепотка соли, 0,5 чайной ложки соды, 70 грамм сливочного масла, 50 грамм миндальной муки и 180 грамм пшеничной муки. В сотейник с толстым мном высыпаю сахар, добавляю масло, яйцо, щепотку соли и соду и в конце выливаем мед. Все это нам нужно прогреть до полной однородности. При этом мы постоянно помешиваем венчиком для того, чтобы яйцо ни в коем случае не заварилось. Узнать готова ли наша смесь довольно легко, просто протираем ее между пальцев. Если нет крупинок сахара, значит все готово. Остужаем до комнатной температуры, это где-то приблизительно 26 градусов, после чего начинаем подить муку. Сначала вводим миндальную, хорошо все вымешиваем, после переходим на удобный вам венчик, либо ложку. Тут смотрите сами, чем вам будет удобнее размешивать. И в несколько заходов уже добавляем пшеничную муку. Тесто будет жидковато, но ни в коем случае мы не добавляем еще муки, так и должно быть. Отправляем готовое тесто в пакет и даем ему охладиться приблизительно час, а лучше два. Если есть возможность оставить на ночь тесто, то тогда еще. Пергамент, на котором буду выпекать свои коржи, слегка присыпаю мукой. Разрезаю тесто на две части, вверх также присыпаю мукой для того, чтобы оно меньше липло к скалке. Но с мукой старайтесь не увлекаться, так как она просто-напросто испортит ваше тесто. Раскатываем до нужного размера. Вырезать я буду вот таким пластиковым ножиком. Мне это очень нравится. Получаются ровные красивые края. Перед тем, как будете укладывать вашу цифру, еще раз немножко припылите, для того, чтобы бумага не прилипла к тесту. Остатки снимаем, прокалываем обязательно цифры билочкой. Так тесто поднимется более равномерно и будет легче пропитываться потом ему впоследствии кремом. Из данного количества теста у меня получилось три коржа. Выпекаем при температуре 180 градусов приблизительно 5-10 минут. Ориентируйтесь на вашу духовку. Вот такие нежнейшие коржики у меня получились. Это что-то между медовиком и песочным тестом. Невероятно вкусно, поэтому я вам очень рекомендую попробовать именно данный рецепт. Для заварной основы крема нам понадобится 80 грамм сливочного масла, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, 350 грамм сметаны и 100 грамм сахара. Если вы будете делать сливочный пломбир, то вам понадобится дополнительно еще 200 грамм сливок 33% и 150 грамм сахарный пуль. В сотейник с толстым дном высыпаем сахар, добавляем сметану, муку и яйцо. Эту основу мы с вами будем заваривать. Сколько понадобится времени сказать, честно говоря, сложно. Все зависит от того, насколько плотный крем вы хотите в итоге получить. Я заварила основу минимально 15-20 минут. При этом мы должны непрерывно помешивать, чтобы ни в коем случае на дне не образовалось корочки и наш крем не был испорчен. Поэтому не отходим от плиты, а постоянно мешаем нашу заварную основу. Затем высыпаем ее в другую миску, накрываем пленкой в контакт и отправляем в холодильник до полного остывания. Желательно минимум на 2-3 часа. Мягкое сливочное масло взбиваем в миксере приблизительно 10-15 минут. Нам нужно добиться максимально белой пышной массы. После чего по 1 столовой ложке начинаем добавлять заварную основу. Делайте это не спеша, для того, чтобы крем максимально объединился и ни в коем случае не получились комочки. В итоге у вас получится вот такой воздушный крем. Если будет вам немного жидковат, поставьте его в холодильник и периодически помешивайте до того состояния, с которым вам будет удобно работать. Данным кремом уже можно оформлять цифру, но я считаю его жирноватым. Поэтому делаю сливочный пломбир. 200 грамм сливок 33% взбиваю с одним пакетиком ванильного сахара. Добиваюсь мягких пиков, после чего начинаю добавлять сахарную пудру. Делаем это постепенно, сливки тогда хорошо взобьются и получатся хорошие стабильные пики. Только после этого начинаем добавлять заварную масляную основу. Делаем это медленно, для того, чтобы сливки опали как можно меньше. Но если вы переживаете, что у вас не получится сделать это все сразу в миксере, взбиваем еще раз ручным миксером заварную основу. И после чего лопаточкой аккуратно добавляем сливки. Так у вас точно все получится. Крем получается очень стабильный, с нежным сливочным вкусом. Отлично пропитывает торт цифру. Поэтому я надеюсь, что вы попробуете и тот, и тот вариант крема. И напишите мне, какой же все-таки вам понравился больше. Итак, смотрите, вот такой крем у меня получился. Он отлично держится на лопатке. Так что работать с ним одно удовольствие. Теперь можно приступить к сборке торта. На заднюю часть отсаживаю небольшое количество крема. У меня насадка с диаметром 18 миллиметров. Начинаем отсаживать капельки по краям торта. Потом переходим внутреннюю часть. Старайтесь, чтобы ваши капли были максимально одинакового размера. Тогда ваш торт будет более аккуратно выглядеть. И опережая ваши вопросы, я сразу хочу сказать о том, что сливочный пломбир отлично пропитывает коржи. Но если вы оставите заварной масляный пломбир, то коржи практически не пропитаются. Поэтому смотрите сами, какой вам нравится крем больше. И какие коржи нравятся больше в плане того, пропитанные или нет. Украшать я свой торт буду конфетками. Но это, конечно же, зависит от того, что вы хотите видеть. Надеюсь, что данный рецепт вам понравился. И вы поставите ему свои лайки. Также буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были со мной впервые, то обязательно подписывайтесь на мой канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok